Музыка Гуляя по улицам Барнаула, многие из них мы незаслуженно оставляем в тени. Вроде ничего особенного в них нет, достопримечательностей особых тоже не наблюдается. А между тем, каждая даже самая мелкая и проездная улочка – это часть истории города, часть истории страны. Сегодня мы гуляем по такой не очень важной, в то же время очень важной улице города, улице энтузиастов. Поселок Урожайный или в народе Сулима, когда в начале 70-х тут появились первые жилые дома, это был не просто край Барнаула, это были, что называется, выселки. С большим городом его связывал единственный автобусный маршрут, так что жителям порой проще было добираться пешком. Название улицы энтузиастов прямо как слепок того времени, когда ради светлого будущего и высокой цели людям приходилось преодолевать множество неудобств. Вокруг тогда были сплошные поля дорожки, одна, кстати, зеленее тут до сих пор. Если брать всю территорию парка в целом, даже несмотря на наступающие новостройки, он остается на сегодня крупнейшим парком Алтайского края. А ведь изначально парком как таковым он не был, это была вполне естественная роща. И вот эта тропинка, по которой мы сейчас идем, она натоптана поколениями, пожалуй, барнаульцев, которым просто было удобно ходить и вот отсюда туда. В 1985-м, в самом начале перестройки, здесь был организован парк развлечений. Тогда же появился небольшой зооуголок, этакий прадедушка нынешнего знаменитого барнаульского зоопарка. Кстати, те, кому сейчас за 30, могут помнить, что в конце 80-х именно здесь располагался, когда приезжал в Барнаул чехословацкий лунопарк с комнатой страха и работниками, говорящими на странном языке. После нескольких лет запустения парк превратился в настоящий центр развлечений, с некоторых пор и спорта. Тут гоняют мяч воспитанники Смертинской школы, а скоро заработает и спортивный парк. Еще одна, не самая заметная, но достопримечательность улицы энтузиастов, это вот этот интересный очень забор, крашенный, уже перекрашенный черной краской. Стоит он здесь, ну, годов с 80-х точно. Есть один артефакт памяти о Советском Союзе, звездочка. С одной из сторон парк опоясывает улочка с односторонним движением, маленькая, но с громким именем Ленинградская. По одной из легенд, она, как и нынешняя Панфиловцев, часть знаменитого Хрущевского тракта, дороги, которую за одну ночь проложили в чистом поле к приезду Хрущева, от аэродрома до самого будущего научного городка. Название Ленинградская относится к тому же периоду 80-х годов, когда многие улочки индустриального называли в честь городов-героев. Рядом есть Одесская, Севастопольская, Волгоградская. Кстати, есть тут еще одно своего рода достопримечательное место. А сейчас, уважаемые зрители, мы находимся в одном из культовых, без преувеличения, мест не только улицы энтузиастов, но и города Барнаула. Таких по городу несколько, и их знают напересчет все-все-все, кто зиму проводит за чтением специальных книжек по садоводству, а как только наступает весна, начинают высаживать рассаду и с первыми теплыми деньками отправляются за город. Да, отсюда начинается один из садоводческих маршрутов города Барнаула. Неудивительно, если ехать в сторону аэропорта и дальше, то дачные поселки идут буквально один за другим. Их стало особенно много в трудные 90-е, когда для многих людей огород остался единственным источником пропитания. Тогда, кстати, все пространство Запопова занимали поля. А сейчас начинаются, по сути, новейшие кварталы города. Новостройки здесь вырастают прямо на глазах, несмотря ни на какие кризисы. Еще лет 20 назад здесь вовсю колосились зерновые, но город неудержимо наступает. И еще пройдет совсем немного времени, наверное, лет 5 или 10. И о том, что здесь когда-то были поля, будут напоминать лишь остатки вот таких вот тополиных лесополос. Кстати, вот что интересно. Если в 70-е название улицы энтузиастов означало готовность советских людей терпеть временные неудобства ради светлого будущего, то что будет означать это слово для жителей улицы в будущем? Ну, посмотрим. А на этом мы нашу небольшую прогулку сегодня заканчиваем. И в следующий раз прогуляемся по какой-нибудь еще улице краевой столицы. И узнаем о ней что-нибудь да новое. Илья Кочетков, Александр Антропов. Наши новости. Илья Кочетков, Александр Антропов.